Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Без крыши над головой. Практически полностью уничтожен дом. В деревне Сосновая сгорел жилой дом. Как это было? Тур в Никудан. Десятки горожан стали жертвами грандиозной аферы. Только у нас подробности резонансного ЧП. Игра в бутылочку. Бобручанин ударил покупателя магазина по голове. Что светит нападавшему? Мы начинаем. В Беларуси заполыхали леса. И это несмотря на ненастную мартовскую погоду. Только в Брестской области за минувшие два дня около десятка возгораний. Лесники, как сообщается, готовы к любым капризам. Во всех филиалах на ходу спецтехника и оборудование для экстренного обнаружения и тушения огня. К сожалению, ежедневно спасатели и нашего города, и страны выезжают на тушение и ликвидации уже и лесных пожаров, и загорания мусора и травы. В первую очередь, хотелось бы напомнить о расстояниях, допустимых при сжигании мусора. Это не менее 10 метров при наличии обычного костра от конструкции. Между тем, за незаконное выжигание сухой травы, либо другое небрежное отношение к технике пожарной безопасности, виновных привлекут к административной ответственности. Это сделает кошелек тоньше минимум на 270 рублей, максимум на тысячу. Не в то время, не в том месте в Славгородском районе под колесами фуры погиб мужчина. В полдевятого вечера около деревни Ректа большегруз сбил пешехода, 50-летнего местного жителя. Он скончался на месте от полученных травм, фликеров и других опознавательных знаков, но погибшим не было. В Могилеве тем временем скорая проехала на красный и сбила пьяного пешехода. Водитель спецмашины двигался по Якубовскому с включенными маячками синего цвета и звуковым сигналом. На светофоре проскочил на красный и сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате пострадавший получил тяжелые травмы и был госпитализирован. К слову, в момент аварии он был не трезв. Бей своих, чтобы чужие боялись. В Бобруйске один из покупателей получил бутылкой по голове от другого. Очевидцы мгновенно отреагировали и скрутили нападавшего. Оказалось, он был пьян. Сотрудники магазина вызвали милицию. Возбуждено уголовное дело за хулиганство. И агрессору грозит до 10 лет лишения свободы. Могилеве вынесли приговор представителю цыганской диаспоры. Его признали виновным в торговле наркотиками, управлении машиной без прав в состоянии алкогольного или наркотического опьянения повторно. Мужчину задержали 22 мая минувшего года во время массовой отработки цыганских домов в микрорайоне Чапаевка по делу об убийстве инспектора ГАИ. Тогда правоохранители сообщали, что арестовали 48-летнего барона. Его подозревали в сбыте наркотиков и неисполнении решений суда, который лишил водительских прав. Правоохранители доказали, дилер систематически реализовывал метадон и другие наркотические и психотропные вещества. Арестовали продавца во время очередного сбыта. Тогда он, как сообщается, успел проглотить еще один пакетик. Прогулка с пользой. Могилевчанин, который угрожал молодой компании ножом, ответит по закону. В оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД областного центра с заявлениями обратились сразу несколько человек. Неизвестный мужчина попытался вступить в диалог с прохожими. Утверждая, что молодые люди бессмысленно проводят свой досуг, он навязчиво продолжал преследовать подростков. А когда те попытались ему ответить, ударил рукояткой ножа 17-летнего парня. Продемонстрировав и другим ребятам оружие, самое младшее из которых было 14 лет, Могилевчанин дождался, когда подростки бросятся в рассыпную. И только тогда успокоился. Возбуждено уголовное дело. Следователями будет дана правовая оценка. Успели спрятаться в деревне Сосновое Сычковского сельсовета. Ночью 15 марта очевидцы проснулись от зарева. Горел дом напротив. Испугавшиеся люди тут же позвонили в МЧС. Когда спасатели прибыли к месту, дом и сарай рядом с ним горели открытым пламенем. Хозяйку поместья и ее сожителя сотрудники МЧС обнаружили в ближайших хозпостройках и передали в руки медикам для оказания помощи. В результате пожара практически полностью уничтожен дом, уничтожена кровля данного сарая. Усилиями работников МЧС были спасены три хозяйственные постройки, которые находились вблизи данного очага. Пострадавших нет. Причина такого пожара на данный момент устанавливается. Даже фликер не помог. Сегодня утром в Бобруйске на Карла Маркса под колеса иномарки угодил дворник. Водитель легковушки, по словам очевидцев, объяснила происходящее слепящим солнцем. В районе дома 323 совершил наезд на гражданина, находящегося на прежней части дороги в жилете, полученной видимости с элементами из световозвращающего материала, производящего работы по уборке ее правого края. Сейчас мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Бонвояж. Сразу несколько заявлений на одного и того же человека поступило в Могилевскую милицию. Обманутые люди требовали возмездия. Одна из сотрудниц турфирмы взяла деньги за путевки и пропала. Девушка заключала договоры о раннем бронировании туров. Однако, взяв у клиентов стопроцентную предоплату, свои обязательства не выполняла, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Более того, чтобы люди не могли обратиться в правоохранительные органы с подтверждающими документами, агент под различными предлогами забирал их копии. Таким образом, завладела деньгами жителей города Могилева на общую сумму 27 тысяч белорусских рублей. Правоохранители установили всего 7 пострадавших. Есть предположение, что их было больше. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Риянс. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин